Всего к началу марта в Розе будут снесены 9 аварийных домов вместо двух, как планировалось изначально. Об этом журналистам рассказал первый вице-губернатор Олег Грачёв. Ускоренные темпы помогут людям быстрее адаптироваться на новом месте. Контролирует процесс переселения лично Владимир Путин. По его мнению, решение жилищного вопроса – одна из главных социальных задач правительства. Другие проблемы страны и пути их решения Путин указал в своей статье «Строительство справедливости. Социальная политика для России». Она опубликована сегодня в газете «Комсомольская правда». В течение ближайших четырёх лет ликвидировать очереди в детские сады. В том числе за счёт расширения мест в семейных, государственных, корпоративных детских садах. Надо пересмотреть санпины, которые сегодня мешают развитию таких форм. Приблизить детские дошкольные учреждения к местам проживания детей. Челябинская область работает в этом плане на опережение. Только за 2011 год на Южном Урале создано 8 тысяч новых мест в детских садах. На подходе очередной объект в Аше. Областные власти планируют выкупить помещение у местного химзавода. Губернатору было поручение проработать вопрос о выкупе. Цена, по крайней мере, на данный момент, она вполне адекватная. 12 миллионов рублей, да, это 4 группы по 25 ребятишек в группе. 100 человек, это для Аши достаточно серьёзный прорыв. Другое здание школы. Коркинский муниципалитет планирует отсудить у некоего предпринимателя, который весьма сомнительным путём приобрёл его в собственность. Теперь сделку проверят правоохранительные органы. Пользуюсь случаем вообще ко всем главам городов и районов хочу обратиться по этому поводу. Ребята, найдём у кого-то переведённый там школу или детский сад непонятно подо что, извиняем, законным путём извиняем и накажем. В областном центре в 2012 году появится три новых полноценных детских сада. По мнению Олега Грачёва, все эти меры позволят успешно выполнить задачу, поставленную премьером и к 2016 году ликвидировать очереди в садике в Челябинской области. Игорь Галактионов, Кирилл Солодков, Андрей Ярушев, ОТВ.